Всем привет! Меня зовут Татьяна, и как вы, наверное, могли уже догадаться, я жена Дениса Терентьева. Несмотря на то, что вы видите меня в первый раз, сегодня я хочу поделиться с вами чем-то очень важным и значимым для нас. Конкретнее я хочу рассказать вам о том, как прошло рождение нашего сына Даниэля. Но прежде чем рассказать о тех эмоциях, впечатлениях, которые были в этом волшебном дне, мы решили ответить на три ваших самых задаваемых вопроса. И первый вопрос — это вопрос про УЗИ. Конечно, мы с мужем очень не хотели УЗИ, именно по этой причине, по причине всех тех кошмаров, которые я как бы стерегаю на этой больнице. Я встала на учет только на 36-й неделе, и сразу, собственно, на платный контракт, и, ну, там было очень много деталей. И, конечно, мы были против УЗИ, нам попался очень хороший понимающий доктор, и она, в принципе, приняла наше решение. Но в процессе объяснения, да, как бы, и в процессе нашего общения у нас к ней образовалось очень большое доверие. И одна из причин, по которым она потом нам перезвонила, через несколько дней уже после того, как мы договорились, что, да, у нас будет коротко по контракту именно с этим врачом, она согласилась. И она перезвонила через пару дней и сказала, что, знаете, у меня есть опасения, говорит, насчет пола, насчет всяких там предрасположенностей, я понимаю, что вы берете ответственность. Но есть такая страшилка, да, как все говорят, продлежание плаценты. Если очень коротко, вот, то есть мнение, что есть люди, которые могут диагностировать это руками, вот, но, поскольку у нас уже был большой срок, и, скажем так, опять же, в качестве вводной информации, то, что нам сказал врач, вот, то, что есть риск, что если плацент лежит неправильно, может дойти в родах вплоть до смертельных исходов, и это может быть показанием продлежания плаценты к кесареву, то есть когда женщина не может лежать сама. Вот, и хотя вероятность этого была всего там, ну, пишет 1-5%, мы решили, что мы не хотим настолько рисковать, тем более срок уже был большой, это было уже, ближе к УЗИ, это была, по-моему, 38-я неделя, если не ошибаюсь, плюс мы смогли найти клинику, в которой мы смогли договориться о щадящем УЗИ, то есть когда не просматриваются органы, специально не смотрится пол, когда к УЗИС приходит и смотрит только продлежание плаценты. Поэтому УЗИ мы сделали на 38-ю неделю, ну, плюс-минус. Второй вопрос, который тоже очень часто задавался, это вопрос насчет поповины, насчет лотосового рождения, вот, и там тоже было очень много информации, очень много споров, очень много размышлений на эту тему, вот, а в итоге, как случилось по факту, как мы просили врачей, как только ребенок, скажем так, появился на свет, его сразу приложили ко мне к животу, ну, потом к груди, поповины пульсировало по нашим подсчетам минут 10-15. Опять же, по той информации, которая есть у нас, к которой мы пришли, большая часть нужных веществ, процентов 80, за это время должна была, скажем так, перейти к ребенку. Мы приняли решение о том, что это не будет лотосовое рождение, там, когда носит несколько дней. Опять же, в силу того, что это были первые роды, и мы должны были понимать, что роды в больнице — это определенный компромисс. И поэтому мы сделали, ну, вот, все, что дальше также будет говорить, мы поставили сделать так, чтобы максимально излечь пользу, при этом сохранив роды именно больничные, потому что, ну, на наш взгляд, нашей компетенции еще не хватило для первых родов, чтобы сделать их домашними, с долой, ну, и так далее. Вот, в общем-то, Полина пульсировала еще раз 10-15 минут, после чего ее обрезал мой муж, вот, и по нашим наблюдениям с ребеночком все хорошо, вот, мы надеемся, что, ну, мы сделали все, что в наших силах по этому вопросу. И третий вопрос, который вы очень часто спрашивали, это вопрос касаемо прививок. Естественно, мы с мужем были очень против того, чтобы нашему сыну что-то вкалывали, какие-то прививки, вот, и мы заранее говорили это с врачом, и что нам очень понравилось, политика вообще, в принципе, в больнице, где мы наблюдались, она стояла в том, что ничего без нашего вида мы не могут делать ни с ребенком, ни со мной. И, если коротко, процесс отказа был очень простой, просто, когда ребеночек уже родился, к нам пришел педиатр на, по-моему, первый или второй уже день пребывания в роддоме, вот, и спросил, как вы будете делать прививки, не будете, мы написали отказ, и больше нас никто с этим не кошмарил. Более того, к нам уже приходил участковый врач после рождения на дом, когда уже меня выписали домой, и тоже достаточно спокойно, лояльно к этому отнесся, просто спросил, можно сказать, для информации, ну, делали мы прививки или нет, и когда услышал нет, я сказал, ну, окей, и как бы разговор пошел дальше. То есть, можно сказать, что, наверное, поскольку персонал реагирует на это так спокойно, мы, наверное, уже не первые отказываемся, и, конечно, радует, что такая тенденция набирает обороты, скажем так. Это было касаемо третьего вопроса, и еще важный момент, который мы хотели бы в этом видео уточнить, мы в прошлом видео, там, где Денис Денис делился впечатлениями о родах, не упомянули, кстати, если вы не смотрели, вот, ссылочку тоже внизу дадим вам на это видео, вот, в прошлом видео мы не упомянули, когда говорили про конкретного врача и конкретную конкретную клинику, мы не упомянули, что врачи не были и до сих пор не в курсе о наших, скажем так, предпочтениях, испытаниях, вот, и, в принципе, скажем так, я думаю, это вызвано тем, что, когда мы сдавали анализы, у нас все было в порядке по всем показателям, что для нас естественно, но тем не менее, поэтому вопросов к моему рациону, к каким-то там добавкам к моему рациону не возникало, то есть, там, и брали и общий анализ крови, и много, даже, наверное, я не буду сейчас перечислять, мы, наверное, прикрепим документ со всем списком анализов к этому видео, и кому интересно, по каким анализам у нас все было хорошо, я думаю, стандартный какой-то список, вот, можете тоже глянуть, и, наверное, еще вот, очень хорошая клиника есть, ну, можно бесплатно, конечно, сдать анализы, вот, но я бы, наверное, порекомендовала, тоже, я думаю, ссылочку дадим в Подмосковье или в Москве, если вы находитесь, вот, есть клиника ЛАП-4Ю, вот, она платная, но у них относительно бюджетные, скажем так, оцены на анализы, плюс достаточно быстрый сервис, ну, и вообще они очень удобные, в общем, если интересно, проходите, пользуйтесь, будем рады, если это будет вам полезно. Собственно, шла 39-я неделя, буквально на следующий день должна была начаться 40-я неделя беременности, мы планировали еще недели две ребеночка доносить, вот, и я, ну, как муж рассказывал, пока он поехал в баню, я поехала на плановое КТГ, это когда к животику беременней женщины подсоединяются к определенной датчике и 20-минутным циклом слушается сердцебиение малыша, вот, что интересно, это КТГ плановое у меня было раз в неделю, и весь юмор ситуации заключался в том, что мы с мужем там напланировали кучу дел после бани и больницы, вот такая, думаю, мы сейчас сделаем КТГ, поедем домой, собственно, проходит 20-минутный цикл, приходит врач, смотрит, там такая, как из аппарата выводится пленочка такая с рисунком, значит, сердцебиение, и говорит, а вы в курсе, что у вас схватки вообще начались? Я так, нет, ну, может быть, что-то с аппаратом, вот, поставили на второй цикл, еще на 20 минут, вот, и второй цикл подтвердил, что у меня начались схватки, при этом я ничего не чувствовала, а приходит врач, говорит, это точно схватки, говорит, ну, наш контрактный врач, готовьте, говорит, все, предродоволы, вот, и, то есть, ну, тут два момента, во-первых, я немножко в это не поверила, потому что, ну, как бы, вероятность того, что эти схватки зафиксировала бы аппарат, пока их не чувствовала, она очень маленькая, вот, а во-вторых, интересен был момент, что, когда мне сказали о том, что у меня начинают с рода, ну, естественно, мужу написала, чтобы он собирался, вот, но в моих ожиданиях было, что мне будет страшно, я буду волноваться, или я могу там начать паниковать, ну, как-то, в общем, по-другому, этот фильм, знаете, как рассказывают, там, женщина садится в такси, там, она, там, кричит, ее там, везут, как-то вот так вот у меня это было в голове, а здесь я совершенно спокойно, я пока ничего не чувствую, и когда мне сказали, что, в общем, роды начались, я не почувствовала страха, у меня, знаете, такой, вот, есть мультфильм «Король и лев», наверное, многие его смотрели, и там есть момент, когда, значит, этот король, король лев сам выносит своего маленького львенка, на такой, как это, на такой скале, он, значит, выносит его на обозрение всем остальным жителям, значит, вот этого, не знаю, как поселение назвать, вот, и такая радость, знаете, там, такая, прям, ну, ликование такое, вот, в тот момент, когда мне сказали, что у меня роды, вот это было что-то такое, это было, это была такая бесконечная радость, бесконечное предвкушение, это настолько непередаваемо словами, я не скажу, что это была эйфория, скорее, именно вот, что-то такое очень неожиданно приятное, я прям радовалась, вот, этому процессу, ну, и, собственно, когда мне сказали уже о том, что начались роды, меня перевели в предродовую, вот, и было несколько тоже неожиданных моментов, во-первых, это была совершенно домашняя обстановка, наверное, где-нибудь здесь будут фотографии, там была и ванная, и фитбол, это была отдельная палата, отдельная предродовая, и там был диван для мужа, и кровать удобная для меня, и, в общем, ну, очень ютно достаточно было, вот, и, собственно, когда меня перевели, муж еще только ехал, вот, первые, наверное, часа три, я не чувствовала схваток, то есть мне говорили, что они есть, вот, и засекала аппаратура, то есть я также в предродовую лежала с аппаратом КТГ, ко мне подходил врач, он говорил, что вот там схватки усиливаются, все хорошо, идешь сама, потому что, ну, мы заранее оговаривали, что я хочу естественный рот и без анестезии, вот, кстати, как и получилось, вот. Вот, и, собственно, эти три часа я звонила маме, звонила папе, звонила мужу, там, он говорил, ну, не торопись, все хорошо, ничего не чувствую пока, но было просто чувство эйфории, и аппарат считывал, что значит схватки есть, вот, и потом, интересно получилось, как раз примерно, когда приехал муж, я начала схватки чувствовать, вот, но здесь тоже, как бы, важно сказать, что, в принципе, на протяжении всех родов, тоже, как бы, одно из моих ожиданий, и чувствовала, что в какой-то момент должна быть боль очень сильная, вот, ну, как бы, ожидала, скажем так, вот, но, возможно, связано с тем, что я очень долго настраивалась, очень много читала вообще про роды и про психологическую, ну, как бы, настройку, я могу сейчас сказать, и в процессе родов тоже абсолютно четко могла сказать, что я не чувствовала боли как таковой, я чувствовала сильное напряжение на определенных моментах, да, но поддержка мужа, забота врачей, правильное дыхание, правильный настрой, я думаю, вот, они сыграли большую роль, и, наверное, даже если, ну, возможно, кому-то из вас это будет интересно, может быть, кто-то из вас сейчас готовится к родам, вот, возможно, про настрой, про дыхание, мы даже, может быть, снимем отдельный ролик, если вам это интересно, давайте, наверное, да, вы напишите в комментариях, и если будет запрос, то я с удовольствием расскажу вам, если это нужно, вот, ну, и, собственно, когда приехал муж, я начала уже чувствовать схватки, в ванной, мне почему-то не захотелось не в ванну, на фитболе я просидела буквально, вот, одну схватку, не понравилась мне, мы, в принципе, вместе просто продолжили носывать, я продолжила дышать, потом, значит, пришел спустя, значит, еще, ну, получается, пять часов сначала засечения схваток на КТГ, пришел врач уже, потому что я позвала, что я почувствовала, что потуги начались, вот, прибежала до врача, и они вместе с мужем втроем помогли мне, как бы, пережить потуги тоже, тоже все очень хорошо, продышали, где-то полчаса лились потуги, и, ну, вот врач, когда пришел, кстати, перед потугом, сразу сказал, что все, полное раскрытие, все, можно, как бы, рожать, сами делаем все, и, собственно, после полчаса потуг, то есть, прошло уже пять часов с половиной, вот, нас сразу, вот, значит, в сам родзал, где все это дело происходит, и там буквально за несколько потуг, тоже где-то, примерно, ну, плюс-минус, там, 20 минут, вот так, полчаса, вот, собственно, ребеночек появился на свет, мне его сразу приложили к груди, пульсировала поповина, значит, муж ее перерезал, когда была, был третий этап родов, то есть, когда уже с перерезанной поповины ребеночка забрали, а у меня, значит, рождался послед, его просто протерли, взвесили, и муж вот на протяжении третьего этапа родов все это время проносил ребеночка на руках, то есть, он сразу был в таком телесном контакте, муж, конечно, счастливый там был, ходил очень, вот, и когда закончился, значит, третий период, это было, ну, буквально еще минут 15, наверное, не больше, вот, нас с мужем перевели уже в послеродовую палату, вот, это была тоже отдельная палата, очень, очень, опять же, повторюсь, роддом просто удивил, очень все было уютно, очень удобно, вот, и после двух часов, значит, пребывания уже в послеродовой, муж поехал домой, а я осталась в роддоме с ребеночком на четыре дня, мы вот проходили разные обследования, смотрели, как мы прибавляем вес, или там, ну, там, вообще бабочка идет, вот, малыша смотрел очень много врачей, то есть, там такая система, что ты лежишь, и на протяжении дня к тебе заходит порядка 10 врачей, есть там два ведущих, педиатр, который смотрит ребеночка, и, собственно, врач-гинеколог, который принимал мой род, который смотрит меня, вот, и очень, очень много специалистов, очень много анализов, вот, и все, все выявило, что все хорошо у нас, все замечательно, вот, собственно, вот так как-то прошли мои роды, совершенно волшебно, совершенно невероятно, я уже молчу про то, точнее, уже не молчу, про то, насколько невероятно у нас сын, мы, возможно, в будущем расскажем об этом, но это тоже совершенно удивительное создание, в общем, ожидания и реальность по поводу родов разошлись кардинальнейшим образом, у меня остались только приятные впечатления, приятные воспоминания, вот, я очень, в общем, воодушевлена этим процессом, ну, и, собственно, в итоге роды прошли за 6 часов вместо положенных первых родов, там, часов 12, вот, что было, конечно, круто очень, плюс на УЗИ нам ставили, что вес плода примерно 2 900, а у нас родился богатырь на 3 850, в общем, вселенная удивила как никогда, одни позитивные эмоции, я искренне желаю, чтобы каждая женщина прошла через вот это невероятное неописуемое состояние, я надеюсь, что это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мы, для нас это будет стимулом к тому, чтобы дальше рассказывать о каких-то таких совершенно волшебных событиях нашей жизни, для нас это будет также показателем, что вы смотрите, что вам нравится, вот, мне, как человек, который первый раз записывает видео, немножко волнуюсь, тоже, как бы, будет, конечно, приятно получить у вас обратную связь, вот, ну, и на это, наверное, все, спасибо, что смотрели, надеюсь, что вы что-то полезное для себя почерпнули, или хотя бы сам факт такой истории воодушевил вас к тому, что есть легкие роды, есть роды в удовольствие, и более того, есть легкие роды, есть легкие роды в удовольствие у людей, которые придерживаются определенных взглядов питания, вот, спасибо, что были с нами.